Всем привет! И давайте сегодня я вам покажу пустышки уходовой косметики. Конечно, еще начало сентября, но у меня как-то, знаете, достаточно много всего закончилось, и я все-таки хочу избавиться. Тут просто большие объемы. Давайте смотреть, в общем. Первое, что я вам хочу показать, это вот такой вот продукт мыла для тел. Мыло простое, кусковое. Почему именно хочу акцентировать на нем внимание? У меня больше вроде бы как нет, ну, не скажу, что дорогого, но не за 10 рублей, скажем так, мыла, которое я могу использовать. У меня остался от Сейфгарт одно мыло, но я им в основном стараюсь руки, лицо мыть. Это немножечко другой запас, скажем так. Все остальные у меня очень бюджетные продукты, и теперь я могу мыло, если захочу купить, совсем какое я и выберу, скажем так. Следующий продукт не совсем пустышка, как вы видите, еще не разрезалась баночка, но я его хочу взять, мне нужно на одну ночь уехать, и я возьму именно этот продукт, там его разрежу и все, выможу и выброшу. И решила вам, кстати, показать, потому что через день я уеду, и, ну, чтобы не тянуть его обратно и так далее, в общем-то, решила немножечко вот так вот схитрить и показать вам еще не пустую пустышку, но ту, которую, в принципе, я выброшу. Следующая пустышка, кстати, я не знаю, где крышка, почему он без крышки у меня хранится, хотя она место-то не занимает, от Adidas, антиперспирант, могу сказать, что очень быстро закончился, я даже вообще не поняла, как он закончился, ну, слишком быстро, я, кстати, от Adidas, наверное, вот такие шарики, ролики вообще не буду повторять, но у меня еще есть несколько в запасе антиперспирантов, я вообще подумала, может, на спрей снова перейти, и, ну, пока что не могу ничего сказать, мне нужно запасы уменьшать, а дальше будем уже смотреть. Следующий продукт – это крем для век, ну, ничего я особенного не заметила, просто измазала все, больше у меня запасов кремов для век нет, насколько я так пересмотрела, вроде бы нет, ну, в принципе, я рада, что, наконец-то, я избавилась от своих каких-то запасов хотя бы в одном направлении, большой плюс, большой плюс – то, что я не покупала и тратила только то, что есть. Очередной 100 рецептов красоты, и те, кто не смотрел мои залежи косметики, вы можете посмотреть, в общем-то, их у меня было очень много, и поэтому, если я их показываю каждый месяц, это не означает, что один и тот же флакон я по-разному разрезаю, нет, просто я так думаю, что мои зрители мне доверяют, я все-таки как-то, ну, скажем, доказала, что у меня действительно их много, и не вижу смысла акцентироваться на этом, и как-то при вас разрезать или еще что-то. Мне сам факт важен, что я заканчиваю эти залежи, что я, наконец-то, освобождаю полки, и вот очередная пустышка. Неужели, наконец-то, она закончила крем для удаления кутикулы? У меня еще, конечно, есть такие продукты, от них можно спокойно было бы обойтись, но они есть. Этот крем я покупала в магазине, который был уже года 4, как нет, или 3. В общем, да, наконец-то, я его вывела из своей коллекции. Тоже, знаете, флакончик-то небольшой, тубик, вот эта туба, она-то маленькая, не занимает слишком много места, но вот таких вот маленьких тубиков у меня получается очень много, и стоят они, занимают место в итоге целую полку. Так что очередная пустышка. Рак для волос сильной фиксации. Каждый день в Ашане покупала. Ох, знаете, наконец-то закончила. Это действительно для меня было не то чтобы трудно, но тяжело, потому что я им не могу пользоваться на регулярной основе. Это не тот лак, которым нужно каждый день пользоваться. Можно каждый день пользоваться. Поэтому у меня было на протяжении многих лет. Повторять не буду. Ну, вряд ли буду повторять точнее. В общем, закончился. Ура! Следующий продукт, это был спрей для объема волос прикорневого. В общем, тоже закончился. Этикетку я оторвала от Estelle. Нехороший, неплохой. Я вообще особо результата не заметила такого. Ну, закончила, опять же, минус пустая банка, минус место не занимает. Пользовалась, конечно, долго. Ну, не каждый день, не каждый раз после мытья головы я его использовала. Но все же, знаете, регулярно использовав его, я все-таки вывела из коллекции. Следующий продукт, маска. Тоже рада, что вывела. Все-таки банка большая. Теперь у меня будет повеселее происходить процесс с заканчиванием кремов для рук. Потому что вот такой вот огромный лосьон. Просто громадная туба. Сейчас я вам скажу, сколько тут миллилитров. 500. Ну, конечно, 500 миллилитров я тут заканчивала, заканчивала. Естественно, я еще не разрезала. И разрезать я, кстати, не буду, потому что он мне безумно надоел. Он вообще ничего не делает. Сейчас он вообще никак не увлажняет. Это, наверное, один из немногих продуктов, которые я не то, что не разрезаю. Там еще остатки остаются, еще все выдавливается. Но даже не хочу ни на что наносить. Кстати, сколько тут осталось? Вот, такое количество осталось на дне. Ну, аромат у него приятненький. Ну, в общем, все, хватит с меня. Не могу, надоел. Все. Начинаю простыми кремиками для рук пользоваться. Это как бы первая часть сентябрьских пустышек. Надеюсь, еще в конце сентября какие-то пустышечки будут. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok